У нас есть время, когда мы можем рассказать, или я первый хотел бы сказать о том, что 2016 год, он, наверное, самый необычный не только в нашей церкви, но вообще, можно сказать, в субборческом таком движении, что многие события мы решили, как вам сказать, посмотреть по-новому. И сделать немного по-новому, чтобы что-то преобразилось в нашей жизни. Мы сегодня вечером, я думаю, будем собираться все лидеры, которые приехали из других церквей, чтобы та конференция, которую мы делаем, чтобы мы обсудили, чтобы не только оно легло на плечи, может быть, одной церкви, но чтобы мы все вместе приняли участие. Чтобы мы каждый хотя бы понемножку взял это время, понести эту конференцию. Потому что я знаю, что среди вас тоже есть талантливые люди, которые смогут сделать что-то, может быть, намного лучше, нежели сделаем мы. Поэтому мы хотели бы, чтобы мы могли пообщаться, мы могли найти общение душ наших, чтобы действительно эти конференции, они были с каждым разом еще лучше и лучше. Я хотел бы, чтобы вы сегодня, вы уже сделали и дали свои имейлы, вы оставили. После конференции напишите краткое, как вы обычно текст-месседжи пишете, да, краткое такое, как обзор, что вам понравилось, что вам больше всего хотелось бы еще услышать. Чтобы мы могли все вместе подготовиться. Потому что мы не хотели бы, чтобы эти конференции или эти два дня, которые мы проведем здесь в общении, они прошли даром. Чтобы вы уехали отсюда и ничего не взяли. Мы хотим, чтобы вы были загружены настолько, чтобы вы могли рассуждать. Поэтому у нас есть время, когда мы можем общаться. Мы сделали настолько много. Первый вопрос, который был, а будет ли общение? Мы сделали специально столько времени на ланче, что у вас будет время пообщаться, познакомиться, поменяться с снапчатами. Сделать селфи на фоне друга, на фоне подруги, на фоне Upstream Conference. Все вместе, раздельно, познакомиться, подружиться. Взять что-то новое с этой конференции, чтобы вы понесли это в церковь и сказали, мы хотели бы изменений в своей церкви. Мы хотели бы, чтобы у нас началось именно наше движение. Поэтому благословит вас Господь. Если у вас есть свидетельство, в течение, может быть, года, в течение этих полгода, может быть, в вашей жизни что-то произошло, вы можете поделиться все вместе. Мы прославим нашего Господа. Я знаю, у брата Давида есть. Я его приглашу. Он покажет, как это делать. И если у вас есть о вашем служении в церкви, может, что-то вас коснулось проповедь, что-то необычное произошло в вашей жизни, где Господь был чудотворцем, где Господь был чудесным образом, помог вам. В какой-то момент. Я хочу вам сразу сказать, что для меня в какой-то период жизни авторитет и слово моего отца сделали большую решение в выборе моей жизни. Отец учил нас, своих детей, что вы всегда должны трудиться для Господа. Это обязанность христианина. Это обязанность, что каждый христианин должен это делать. И вот возрастая и приходя в возраст, я понимал, что я должен что-то делать для Господа. Я должен трудиться на его ниве. И потом, вы знаете, я вам сразу хочу сказать, никогда не сразу не думайте, что вы станете сразу пастором. Надо расти. В этом случае надо расти. Вы знаете, какое первое служение было мое в церкви, когда я приехал в Америку? Кто-нибудь знает? Что это было? Вот я поделился с юношей, и он это запомнил. Первое, что я делал, когда кто-то выходил, я ему микрофон ставил. Это первое служение. И это служение. Это то, с чего порой начинаются люди. И потом ты начинаешь больше и больше расти. Я был очень и удивлен, и расстроен, когда несколько лет тому назад я был на острове, который называется Джамейка, и посетил там церковь, которая называется Апостолик Чорч Севен Дэй. И я когда зашел туда и находился в пастырской комнате там, то один молодой юноша, он помогал пастырю во всем. А потом он повернулся ко мне и спросил такой вопрос. А как вы стали пастырем? Я ему рассказал. Он говорит, я так хочу быть пастырем. Я так удивился, вы знаете, потому что я до этого момента никогда в нашей церкви не слышал этих слов. Я никогда не слышал от молодых людей, что я желаю, я хочу, я просто горю желанием, чтобы встать на это. Я обычно слышал такое, да ну это мы не хотим, нас это не касается, мы даже не думаем за это. Больше людей, которые возмущены на это. Я приехал домой и делился тем, что я услышал там. Вы знаете, даже вода камень точит. И мы стали в нашей церкви проповедовать и говорить, что нам нужно много служителей. У нас много труда, у нас много возможностей. Мы можем намного, очень много дела делать в церкви, очень много людей. И я сам стал часто об этом проповедовать и часто об этом говорить. И однажды, проезжая по улице, и брат Александр Еремчук стоял там на улице, он говорит, смашет мне рукой, стой, стой, стой. Давид, я хочу с тобой поговорить. Ты знаешь, ты все время говоришь о том, что надо что-то в церкви делать, а я ничего не делаю. Я вот сижу на своем месте, всегда прогретое, хорошее место, я знаю, где я сижу. Но твои слова все время, которые мы должны все время в церкви что-то делать, мы должны все время в церкви делать, они меня заставляют что-то делать. Но я ничего не могу делать. Давай я буду для церкви пчеловодом. Давайте я разведу пчел, назовем их церковными пчелами. И после этого они будут, мед накачаем, привезу в церковь, что хотите с этим медом делать. Я даже не знал, что ответить, честно. Ну как это так вот, ну церковный пчеловод, то есть такое служение в церкви. Я действительно не знал. Это было год тому назад. Сегодня брат Саша трудится у нас в церкви и отвечает за группу пастырского попечения. Сегодня ихняя именно группа будет заботиться о том, чтобы у вас был вкусный обед. Для того, чтобы вы вкусно, хорошо покушали. Вы увидите, как прекрасно украшено, приготовлено все там. И вы знаете, что я вам хочу сказать? Иногда человек думает, что я не знаю, что мне делать. У Господа есть труд для вас. Для любого из вас есть труд у Господа. Начните только что-то делать. Я хочу сказать тем братьям, которые приехали из других церквей, которые, может быть, местные здесь, а просветера из других местностей. Я вам хочу всем сказать. Наша цель – это не переманивать людей в нашу церковь. О том, чтобы те братья и сестры, которые приезжают с ваших церквей, они, приезжая в свою церковь, горели желанием трудиться у вас в церкви, горели желанием делать что-то у вас в церкви, которые они бы вам говорили, мы не можем просто сидеть. В церкви не может быть один просветер. В церкви должно быть много просветеров. В церкви должно быть много деканов, много тружеников. И для сестер есть много труда в церкви. И вы после обеда услышите об этом, сестры. Есть много труда, поэтому я хочу поделиться этим свидетельством только для того, что есть труд для каждого из вас. Если вы ничего не делаете в церкви, то вы занимаете место только. Начните трудиться для Господа. Вот этим я хотел поделиться. Пусть Бог благословит. Может быть, у кого еще есть свидетельство здесь? Я имею свидетельство. This is going to be my second time saying this. The first time it didn't turn out so good. I got in a little argument, but this time it won't happen. So it was roughly, I think, May 3rd that this incident happened. But the previous two days, my mom was praying. I don't know about this, but she was praying for me. She was praying really, really bad. And the way I know my mom prays is she gets on her knees and she prays and literally, she cries and all this. And I didn't know that she was praying for me. And she prayed for me for one, one and a half days. She prayed on the morning and then it was Sunday morning. It was just a regular Sunday. And then during the evening, this guy writes, Hey, come to my church. There's going to be youth service. God will provide. I'm like, yeah, sure. And I have a few friends there. I'll go. And I had a motorcycle that I would drive. And currently I sold it, but I had one. So I was like, yeah, I'll drive a motorcycle. My mom didn't say, hey, don't drive. Don't drive it. I didn't have any bad thoughts like, hey, something might happen or something. So I took it out. I went there and I was going back. And it just started raining. But I drove in rain, so I was like, eh, it's not a big deal. You know, nothing's going to happen. And I was driving and I was trying to get home faster. I was only wearing a helmet and some gloves. And this guy was just like, passes me, you know, because I'm trying to go home. I'm kind of speeding a little. And he's like, hey, let's go. Let's go. Let's race. And he just, you know, takes off. And I'm like, yeah, whatever. But then this last Sunday before that happened, we drove to Seaside. There was a group of guys on motorcycles and, you know, how we are. We just smash and we're going like 168, you know. And I'm like, I'm like, thank God I didn't follow going that fast. But we're, we went and I guess I got like Smealist. So, you know, when this guy passes me, I'm like, yeah, whatever. And then I'm like, you know what, I'm going to race him. This guy's annoying. I don't want him to be in front of me. So, like, there was this, it was on Powell. And there's like this verdura curb and there's like trees there. And I was like, okay, it was one lane. So, I'm waiting for, there's like a turn, you know. So, you have like space. And I was like, okay. I see it ahead. As soon as, as soon as his back bumper passes that little, where the curb starts to go around, I'm just going to, you know, I'm going to pass him. So, that's what I did. But I was like, I went around him and I was looking, I was like, okay, I can pass this car in front of me too because I'm ready to go in fast, you know. I was going like 45, not too fast. But it's, it's still bad. I mean, if you, if you fall, you guys, I'll tell you later. But I passed, I passed him and it ended up being one of my old high school buddies. But I didn't know that at the time. And, and there was this other car and I was like, I can't, I won't make it between the curb. So, I started slowing down and, you know, front brakes, I didn't really use back brakes. And there was gravel that I didn't see. So, I slipped on the gravel and wrecked my bike. That thing was junk after I sold it. But I fell, I rolled over like twice. And, you know, I get up and I'm like, oh, you know, like, no, no, no. I just wish this never happened. Like, this is like my main goal is never to fall on the bike, you know. But, um, I fell and I was like, man, you know, I get up, I fractured my wrist, broke it, whatever. And, you know, this guy comes out and he's like, hey. I'm like, oh, Peter? He's like, no, no, this is like Andre. I'm like, oh, okay, I know you. And, uh, he helped me out. He, we put the bike on the side and all. And, and my friend comes, picks me up. And I'm like, you know, I'm getting in, uh, getting in this truck. And it's like lifted. And I'm like, oh, man, how am I going to get up? I'm all beat up and injured. And I got up there and I'm like, okay, I got to call my mom. You know, I got to let her know. And, um, and my friend, you know, I'm calling and he's like, hey, no, don't call your mom. She's going to be all heartbroken, you know, like, because he's been in a few accidents. And, and, you know, and his mom was like, you know, he was close to death like two times. So he's like, don't, don't call your mom. So I like, I hang up. And then my mom calls me back, I guess, and I hang up fast enough. And she's like, hey, you calling? I'm like, oh, yeah. I'm all trying to sound like good and happy. And I'm like, yeah, yeah, it's fine. I'm like, oh, yeah, I did my medical stuff. When's it supposed to come in? She's like, oh, like, it's supposed to come, you know, like this week or something. I'm like, oh, okay, that's cool. Yeah, yeah, I'm just, I was just that youth. I'm going home, you know. And she's like, did you fall? I'm like, ah, you're good, mom. Like, how'd you know? But so I'm like, yeah, I fell. And she's like, it's nothing bad. Just a few scratches on the back and all. And she's like, she's like, okay, you know, like, yeah, I'll be in this hospital somewhere here or there. And she's like, okay. So I come there and, you know, I'm in the hospital. And right before they took x-rays, where I say I was going 45, 45 to 40-ish is when you fall on a motorcycle and you're going over 40 and you roll over, they have to take x-rays of your chest to make sure nothing happens. So, I mean, that's not fast, but you can mess up your lungs and all, but thank God nothing happened. And she comes in and she sees me and she's like, oh, like, because they just cleaned me. And they're starting to bandage up my knee, my ankle, my elbows, my back. And she sees me and it's like all bloody and nasty. And she's like, oh, like, 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 oh, I told you not to buy that motorcycle. I told you not to buy it. And I'm like, oh, it would, you know, happen, whatever. And I guess what I'm trying to say is thank God that I, you know, by the prayer of my mom and I don't know, maybe God has a plan for me in the future. I just want to say thank God that I'm still alive. I'm still here and I can worship and praise His name. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. писании есть такое место у пророка, когда он говорит, что слово мое не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Однажды одного человека наняли на работу, в каменоломню. Наняли на работу и сказали, видишь вот этот камень? Возьми эту кувалду и бей по ней. Он бил, бил, день бил, к вечеру бросил ее и говорит, все, я увольняюсь с этой работы, а толку нету. А босс, который нанял его, говорит, а какой толк ты хотел? Ну, я должен ее разбить, а она не разбивается. А кто тебе сказал, что ты должен ее разбить? Тебе сказали просто бить. Так, а в чем смысл? Тебе мышцы наработать надо. Тебе надо научиться работать этой кувалдой, чтобы разбивать в будущем скалы. Правильно уже было братом Давидом сказано, что иногда мы хотим сразу и всего. Мы привыкли, я уже, наверное, устал и многим уже усталось, когда я говорю о том, что мы привыкли к фастфуду. Мы привыкли, что мы подъехали, купили бургер и быстренько его съели. И мы привыкли, что в жизни так оно должно происходить. Подъехал даже брос, тебе стакан дали уже с кофе. Подъехал к Старбаксу, тебе дали. Подъехал к магазину, тебе загрузили. Мы все привыкли делать, не выходя из машины. И мы думаем, что Бог – это то же самое. Стоит какой-то лоточек, и я подъезжаю к нему и получаю все то, что я захотел. Многие люди годами, годами учились в школе Божией. Прежде чем повести народ израильский, кем был Моисей? Пастухом. Вы представляете? Если бы человеку сказали, слушай, ты когда-нибудь станешь президентом, но тебе до этого нужно 40 лет попасти баранов. Каждый бы, наверное, сказал, а как-то покороче нельзя, как мои дети. Пап, давай шорткат. И каждый все время думает, надо как-то найти шорткат. Где-нибудь, как-нибудь, под благодать Божию, может быть, как-то получится, я где-то что-то проскочу. Давиду, прежде чем стать царем, многие годы приходилось убегать от Саула. Прежде чем Самуил стал пророком, ему нужно было вырасти, а до этого научиться слышать голос Божий. Поэтому все в нашей жизни происходит с ростом. И все зависит от того, насколько мы посвящаем себя Богу. То, что вы сегодня делаете, вы думаете, ах, не знаю, как мне эта конференция. Это посвящение. Представляете себе, Самуил каждый день видел, как режут баранов. Священники совершают одно и то же дело. Режут баранов, возлагают на жертвенник, спалили, подняли руки. И так каждый день. До тех пор, пока однажды Бог не проговорил в его сердце. Почему проговорил? Это уже дело Божие. Божие. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...